Ужель та самая Моника Левински появилась на публике и сорвала овации. Приглашенным на фестиваль «Канские львы» она рассказала в очередной раз историю романа 17-летней давности с Биллом Клинтоном и назвала себя пациентом зеро, новой социальной болезни, травли в интернете. По словам Моники, она много лет жила в аду за то, что влюбилась не в того парня. Ее клеймили всем миром. Дня не проходило, чтобы она не думала о суициде, устав от травли и оскорблений. При этом Клинтону довольно быстро простили все. Он избежал импичмента за то, что соврал под присягой. Его публично простила Хиллари, а мужская часть населения планеты просто пожала плечами. Бывает, подумаешь, стажерка. Хотя и сама Моника Лукавит. На славе заработанной в овальном кабинете она сделала карьеру. Сначала телеведущей, а потом дизайнера сумок. Но успеха не добилась. Уверяет, потому что всех интересовало только, ну и как он, президент. Что характерно и при любом упоминании о Билле Клинтоне за два срока успевшим много чего, первое воспоминание именно о суматохе в Белом доме вокруг платья стажерки. Моя коллега Екатерина Кибальчич задумалась, почему слава всегда приходит не оттуда, откуда ждут. И перебирала ляпы и скандалы, которыми политики запоминаются больше, чем хорошими делами и успешными реформами. Она решила пошутить. Сравнила Обаму с сортом кофе. Этот твит глупый и расистский. Журналисты израильского телеканала комментируют высказывания другой популярной ведущей. Джуди Мозес, звезда экрана, а еще и супруга Сильвана Шалома, вице-премьера Израиля, которая отвечает за связи с США. И вот она написала в своем твиттере. Подписчики телеведущей сразу догадались, в чем юмор. Кофе Обама. Черный и слабый. Шутка про черный кофе долетела аж до того самого дома, который на этой неделе перестал быть белым. Представитель администрации Обама ответил Джуди. В твиттере ты ограничен 140 знаками, но часто этого достаточно, чтобы раскрыть сущность вещей. Джуди удалила публикацию и сразу извинилась. Нападки на нее стали угасать. Это Израиль. Тут у каждого есть свое мнение по любому поводу. И никто не стесняется его высказывать. Но ясно одно. Все это забудется через неделю, потому что на смену этому скандалу придет еще больше. Кто сейчас помнит, что прежде и сам Барак Обама становился причиной скандала, связанного с кофе? Выходя из вертолета со стаканчиком латте, он так и отдал честь почетному караулу. А смешнее получалось только у Джорджа Буша-младшего. Салютовал морским пехотинцам прямо с собачкой на руках. В прежние времена Рейган выяснял, можно или нет приветствовать военных в цивильном костюме. А сейчас правила отошли на второй план по сравнению с оценками в соцсетях. Британская королева жалуется на падение нравов. Что это? Почему он так орет? И даже гости Папы Римского удивляют выходками в консервативную администрацию Ватикана. Я помню, как однажды оператор сказал во время съемки Иоанну Пауло II, а теперь сделайте вид, что вы молитесь. Федерико Ломбарди работал с тремя римскими папами, но такой свободы нравов, как при Папе Франциске, он еще не наблюдал. Бывает, по окончании торжественного мероприятия, гости подходят, приложиться к руке Папы и получить благословение. А бывает, члены высоких делегаций, ну, просят селфи. Поначалу это просто поражало нас. Селфи просят так часто, что Ватикан сдался. И теперь даже простые грешники, а не только высокопоставленные, фоткаются с Папой Римским, иногда прямо в соборе Святого Петра. Италия все-таки самая демократичная страна Европы в плане юмора. Немецким журналистам даже обидно. Первого канцлера Германии, Аденауэра, критиковали, мол, сегодня, говорит, одно, завтра другое. А он ответил, я не особо-то интересуюсь тем, что я набалаболил вчера. Но сегодня немцы стали очень предсказуемы. Вот Берлускони или Саркози, на их фоне немцы школьники политической провокации. Бывший премьер Италии мог во время официальной части Итала-германского саммита играть с Ангелой Меркель в прятки и выскочить из-за колонны со словами «ку-ку». И в ответ на предложение лишить Берлускони личной неприкосновенности отвечал немецкому евродепутату Шульцу так, что тот терял дар речи. Господин Шульц, я знаю, что в Италии один продюсер снимает фильм о нацистских концлагерях. Я вас предложу на роли охранника. Сегодня Мартин Шульц стал президентом Европарламента. Но молодой премьер Италии Матео Ренци едва ли начал его больше уважать. Вот репортаж французского ТВ с официальной встречи в Страсбурге. Шульц ждет на крыльце четверть часа. Наконец опоздавшие Ренци появляются, но сразу бросают спутника, когда видят толку студенток. Надо сделать селфи. Эй, Мартин, иди к нам. Сначала выступает итальянец. И как немец его слушает? Нет. А вот наоборот. Следите за реакцией Ренци. Понятно, что после Берлускони на нынешнего итальянского премьера никто даже не обижается. Это настоящий итальянец. Ну, может быть, его не так многие слушают. На него не слушают, потому что он шумит, но, в конце концов, это не самый влиятельный лидер. Журналисты обычно не любят делать репортажи с официальных переговоров. Но в последнее время система все чаще дает сбой. И политики говорят то, о чем на самом деле думают, о чем раньше было принято шептаться в куларах. Как раз на этой неделе глава МВФ Кристин Лагард после встречи с греческим премьер-министром, а она явно была расстроена и разочарована, сказала, что было бы неплохо провести новую встречу в присутствии взрослых, намекая на то, что греки – это всего лишь дети. И это очень грубый комментарий. Премьер Алексис Ципрос бросает вызов Брюсселю не только долгами Греции, но и своим внешним видом. На фоне премьеры Италии, одетого с иголочки, Ципрос выходит без галстука. Грек Ципрос опять пришел без галстука. Это просто цирк. Юнкер примеряет ему свой. На том саммите, правда, не Ципрос оказался главным провокатором. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер примерил свой галстук еще нескольким президентам и еврокомиссарам. И даже нашел два одинаковых. Он дал оплеухи трем политикам, в том числе премьеру Венгрии. О, диктатор идет. Привет, диктатор. Следующий. Готово. Следующий. А это кто был? Следующий. Слушай, а ты толстый. Председатель Еврокомиссии ни в чем себе не отказывал. Но весь этот цирк Европа оценила как милую шутку. И даже речи нет о том, что саммит в Риге мог бы бросить тень на карьеру уважаемого человека. Он и сам по себе довольно примечательный тип. Юнкер любит прикасаться к людям, целоваться. Я сам бельгиец, он из Люксембурга. И я люблю вот как раз таких очень эмоциональных людей, которые показывают свои эмоции. В то же время жена израильского вице-премьера Джуди Мозес не считает, что после шутки про кофе сорта Обамы ей можно расслабиться. На этой неделе она написала еще один твит, где выразила надежду, что после скандала хотя бы останется замужем. Екатерина Гибальчич, Надежда Каширская, Дмитрий Сошин и Марина Доронина. Воскресное время.